Абсолютно выбита почва из-под ног была. Я не получила диплом. И это такой провал, девочки. Что за год вообще? И смешно, и так-то не очень. Боже, как хочется, но мне нельзя. Что меня так легко сломать. Вот это мне было больше всего противно. Привет, красотка! И сегодня будет видео из одной из моих самых любимых рубрик. Видео, в котором мы с вами становимся всегда чуточку ближе. Где мы можем поболтать. Ну как, мы. Я болтаю, вы слушаете, а потом пишите свои комментарии. Я снова их читаю. Вот такое у нас взаимодействие примерно. И параллельно я делаю макияж. Если честно, было совсем непросто приступить к съемке этого видео. В том плане, что были разные мысли. Вдруг подобные видео сейчас вообще не нужны. Простой лайфстайл, макияж, ответы на вопросы. Но все чаще я замечаю от вас сообщения, что вы просто хотите вернуться в старый добрый ютубчик, где все спокойно, где душевные разговоры. Поэтому, если я смогу вам создать вот такой островок спокойствия, безопасности на какое-то время, и вы сможете расслабиться, то я буду очень счастлива. Тем не менее, у нас вопросы сегодня не такие уж и милые, как мой фон, например, или как мой свитер. Я еще не знаю. На самом деле, я попросила вас задавать вопросы, но вопросы, на которые я еще никогда не отвечала в своем блоге. А значит, я так думаю, вы задали самые какие-нибудь откровенные вопросы. Вот прямо сейчас открыла вопросы ваши и поняла, что да. А макияж, тем не менее, у нас сегодня будет очень нежный. Я бы сказала, что это прямо воплощение весны. Я вам вставлю сюда фотографии, чем я вдохновлялась. Каждую весну у меня происходит любовь к фиолетовому цвету, к лавандовому. Я надеваю все, что у меня есть лавандового цвета. Я начинаю рисовать лавандовые стрелки. И недавно как раз купила специально для этого видео такой карандаш-подводку от NYX с очень интересной кисточкой-растушевочкой. Ну, я вам покажу уже в процессе нанесения макияжа. А кожа здесь такая, знаете, сияющая, будто вообще не тронутая. Конечно же, здесь есть тональное средство. Конечно же, она хорошо выравнивает. Но, тем не менее, очень свежо смотрится макияж. Будем пробовать повторить. У девушки, кстати, тоже глаза зеленые, как у меня. Фиолетовый и зеленый – это просто топчик сочетания. Но перед тем, как мы начнем, я хочу пригласить вас в мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Сейчас это одна из самых безопасных платформ, и у нас там очень уютная атмосфера. Приходите по QR-коду или по ссылке в описании. Лицо у меня без макияжа, очищено, протерто тоником. И я наношу сыворотку от Дальба. Баночка, которая входит в топ моей косметики уходовой. Я и в самолет всегда с собой беру. Это спрей-сыворотка с ухаживающими свойствами. Дальба вообще – это корейский бренд. Я ее использую вообще всегда и до нанесения макияжа, и во время нанесения, и в течение дня, когда хочется увлажнить кожу, освежить ее, она придает сияние. Я вам не первый раз про нее рассказываю. Я подсадила очень многих моих подруг, родственников на нее. Перейдем к нанесению тона. У меня сейчас кожа с остатками загара мексиканского, поэтому я замешиваю два тональных с моими самыми темными оттенками. И вот что-то такое получается. И читаю вопрос. Как относишься к мнению, что любого рода отказ от каких-либо продуктов – это проявление внутреннего протеста, либо отрицание правды и расстройства пищевого поведения? Мне кажется, это немножечко с вопросом про мясо, я так думаю. Потому что зачем мне еще этот вопрос задавать? Что я наверняка не ем мясо и с этим связано. Я не знаю, чье это мнение. Тут написано, согласна ли ты с таким мнением. Но чисто психологически есть действительно связь между отказом от какого-то продукта и расстройством пищевого поведения. Но знаете, с чем это связано? Конкретно с контекстом. На чем основан этот отказ? Это просто запрет самому себе. Это диета какая-то, где я говорю, «Я ничего не ем там жирного» или «После шести» или «Все сладости мира – это вредно, плохо» и сразу же появляется ограничение, что нашей психике свойственно действительно противиться всему, что тебе нельзя. Вспомните даже детей. Все, что ты запрещаешь, хочется сильнее всего. Потому что кажется, боже, значит, если запрещать, значит, это так, наверное, интересно, так, наверное, это нужно, важно мне. Хотя вообще не факт, что ребенку было бы, например, это интересно, если бы не запреты. И также у нас, у взрослых, например, мой отказ от мяса, он в моей голове настолько для меня рациональный, что не происходит так, что когда я вижу на столе мясо, я такая, боже, как хочется, но мне нельзя. И, конечно же, от этого может возникнуть расстройство пищевого поведения, когда я однажды просто буду сидеть где-нибудь в одиночестве, закажу все мясо просто в моем городе, скажу, никто ко мне не заходить, и буду все это поедать, потому что когда-то было мне запрещено. Но у меня нет такого. У меня просто для меня есть понятная причина, которая сейчас для меня актуальна. И я не сказала себе, что я никогда не буду теперь есть мясо. То есть просто для меня сейчас свинья, она равно, там, собаке, которую мы обнимаем, да, почему-то. Для нас домашнее животное считается милым, нашим другом, а свинья почему-то стала едой. И то же самое коровы, ну и какие-то вообще более сознательные животные. Например, рыбу я не считаю такой разумной, у нее нет даже таких нервных окончаний, у нее нет сознания, как у коровы, например, которая понимает, что ее ведут на убой. Она все это осознает, у нее выбрасываются в кровь эти гормоны стресса. Но отвечая на вопрос, в моей системе координат это не связанные вещи, типа отказ от чего-то и, например, проявление внутреннего протеста. Может, у кого-то так происходит. Кто-то отказывается от чего-то или становится ярым фанатиком чего-то, просто чтобы привлечь внимание. Он даже не задумывается. Это делает его подсознание. И, вероятно, в жизни этого человека было что-то такое, где он понял, что мне не привлечь внимание, мне не быть любимым, да, простыми словами, пока я не сделаю что-то, что не делает никто. Поэтому мне надо быть ярым фанатиком чего-то, чтобы меня заметили. Но, тем не менее, если я буду голодать, если в моей жизни не будет, не останется просто еды, кроме мяса, я не умру с голода. Я не настолько гуманист в этом плане. Да, вот все вопросы, я чувствую, будут вот такими. Вот. Каждую весну я возвращаюсь к этому средству. Это Too Faced. Здесь совмещены румяна, хайлайтер и корректор. Наношу на область скулы. Здесь цель придать такого румянца, будто солнышко поцеловало тебя. С каким запросом ты обращалась к психологу? Самый первый раз я обращалась к психологу год назад. Я взяла курс на 8 сеансов. И даже не с точки зрения лечения какого-то определенного моего вопроса, то есть у меня что-то во мне было, и я такая, надо это решить. Скорее, я хотела проработать свои какие-то автоматические реакции. Немножко, знаете, вот так со стороны на себя посмотреть, на то, как я что воспринимаю, чтобы это увидел специалист. На мои установки, на мое отношение к родителям. То, как у нас вообще правильно ли выстроены эти отношения. То есть являюсь ли я в своих отношениях с мужчиной, являюсь ли я партнером ему, а не дочкой или мамой. И точно так же с моей мамой. Являюсь ли я для нее дочкой, или я пытаюсь поменяться местами. Ну вот у меня в данном случае была такая проблемка, что мне постоянно казалось, что я недостаточно много делаю для мамы. Постараюсь объяснить, что я как будто всегда должна. Я думаю, что здесь сыграло большую роль, конечно, то, что мама нас растила одна. У меня внутри такое чувство, во-первых, что это какой-то героизм. Просто сейчас, имея одного ребенка, понимаю, насколько в целом это сложно. Это просто новая жизнь, другая совершенно. А у мамы было еще и нас двое. Она играла для нас роль мамы и папы. Старалась и здесь быть хорошей, и тут тоже преуспеть. Я возьму чисто сейчас корректор, то есть без румян, без хайлайтеров. Это Stellar. Тоже очень люблю этот продукт. Он просто хорошую дает коррекцию. И у меня осталось такое чувство, что я как будто всегда должна. И как потом мне психолог объяснил, ну, во-первых, не должно быть такого чувства. Ты не просила себя рожать. Как бы это, ну, сейчас странно, может, эгоистично не звучало, но ребенок не просит рожать его. Это мама с папой захотели ребенка, и они приняли решение. Да, мы справимся, мы сможем. Поэтому ребенок, по факту, не обязан тебе ничем. В целом у нас есть в обществе такая тема, чтобы ребенок хотя бы подал стакан воды. Когда мы становимся более зрелыми, взрослыми, мы начинаем заботиться о старичках наших. Это как бы вполне логично. Но у меня было это чувство очень гиперболизировано. То есть любая моя деятельность, любой мой какой-то успех, мне хотелось сразу же маме как будто восполнить. И как будто это чаша невосполняемая. Вот, вот это самое главное. Я делала, отдавала что-то, но у меня не было чувства удовлетворения. И вот с психологом мы хорошо проработали вообще в целом положении меня в отношениях с разными людьми. С мужем моим, с моей дочкой. Потому что, понимаете, насколько это связано? Если у меня к маме такое отношение, потом я бы могла от Евы требовать такого отношения к себе. Чисто подсознательно. Даже не замечая этого. Хотя, по факту, она мне тоже ничего не должна. Она родилась, потому что я захотела с Денисом иметь ребенка. У меня новый гель для бровей. Мне он очень нравится. Это Ник Молем. У меня от него также был, если вы помните, гель мыла для бровей. Тоже очень хорошо фиксирующая. Я сначала зафиксирую хорошо брови наверх. В таком естественном виде. Как вы видели на референсе, который я вам показывала, там у девушки брови как будто вообще не тронуты. Они у нее просто хорошо зачесаны наверх. Но, к слову, второй раз я обращалась к психологу вот спустя почти год. Это было совсем недавно. Это было связано, конечно же, с событиями, которые происходили в мире. Происходят. С тем, что я впервые не справлялась со своими эмоциями. Я поняла, что у меня очень слабая психика. В какой-то момент просто. Я поняла, что я сломалась. И какого черта? Мне стало так стыдно за это. Мне стало стыдно перед собой самой. Перед самой собой. Что меня так легко сломать. Вот это мне было больше всего противно. Неужели сотня писем, которые приходят сейчас всем на самом деле. Которые приходят с ботов. Которые пишут просто копипаст, копипаст. Люди, которые даже на меня не подписаны. В целом, вот эта травля, неужели она так на меня может повлиять, что в один день я начну смотреть на мир другими глазами. Это был какой-то замкнутый круг. Я думаю об одном. Опять всплывает это. Я думаю, как я могу вообще работать сейчас? Как я могу что-то делать? Абсолютно выбита. Почва из-под ног была. Это была единственная в жизни такая экстренная моя помощь. Знаете, как скорую помощь позвать? Чтобы в моих мозгах навели порядок. Чтобы объяснить мне самой же, что я никому ничего не должна. Я должна государству платить налоги. Я должна ребенка содержать в безопасности, кормить его и одевать. Вот что я должна. Но я не должна ничего из того, что пишут мне эти люди. Я должна понимать, что они хотят, чтобы я сейчас чувствовала то, что чувствуют они. И не вестись на это. Кстати, многие спрашивают про перманентное окрашивание бровей мое. Что там вообще с ним? Не знаю, видно ли вам сейчас. Оно есть, оно держится. Но так как я не делала коррекцию, оно не такое эффектное, не такое четкое. Я раз в месяц сейчас крашу брови просто сверху краской. Я довольна. То есть они не совсем у меня незаметные. Вот сейчас нет средства вообще, но брови же есть. И вот эта тень внутри, она очень естественно смотрится. И уже по гелю мы будем наносить с вами карандаш. Не вижу смысла в нынешнем высшем образовании. 95% людей не используют свой диплом. Так зачем терять время? Твое мнение. Я не затрагивала эту тему больше двух лет. Осознанно не затрагивала, потому что я, если честно, переживала, что мой опыт и мое мнение здесь может на кого-то повлиять. То есть люди не узнают подробностей, не поймут конкретно ситуацию, но сделают так же. Например, просто потому что Саша сделала. И пока твердеют мои брови из палетки NARS и CYST, я нанесу вот такой оттенок. Начну, наверное, с того, что, несмотря на то, что по годам я отучилась примерно столько, сколько нужно для высшего образования, я не получила диплом. И не получила я его не потому, что я не пришла на, в смысле, получение диплома, а я просто бросила эту идею, потому что поняла, что сам факт получения вот этой вот бумажечки для меня уже не стоит того. Относительно того, что происходило в моей жизни. Я поступила, во-первых, на факультет, который ничего за собой четкого не несет. Ну, то есть поступая на инженера, ты знаешь, что ты будешь инженером, прикладное что-то. Я поступила на факультет международных отношений. Это и политика, это и международная журналистика, возможно, это и языки, но в то же время не переводчик. Это что-то такое плавающее, притом в той сфере, которая, если честно, мне вообще неинтересна. То есть это просто красиво звучало. Я безумно благодарна первым двум годам обучения за итальянский язык. Это был мой островок спасения в университете. Все остальные более узкие предметы, когда уже начались чисто по политике, там, три разных предмета. История международных отношений, просто история, история России. Вообще в школе еще история была одним из нелюбимых моих предметов, но сейчас я понимаю, что сама история, это очень интересно. То есть как факт, что происходило до нас, что происходит сейчас, как все это пишется. Это очень интересно, если это очень интересно преподнести. То есть моего внутреннего огонька не хватало на то, чтобы дома еще что-то там изучать. У меня такой огонек был, например, на языки, на математику. Так вот, с историей у меня были проблемки, и в эту сферу я пошла. Ну, то есть как бы очень логично, да? Как раз на втором курсе университета, занимаясь блогом с самого первого курса, даже еще со школы, я начинаю понимать, что, ну вот, здесь у меня получается. Вот здесь я вижу и результат, и мое дикое желание. Я на парах пишу сценарии, бегу с пар домой быстрее, все снимаю, ночами монтирую. Где-то еще пытаюсь успеть выучить домашнее задание, чтобы что-то рассказать, чтобы получить нужную оценку. И все это, вот именно в плане обучения, в моем случае, было просто вот лишь бы сейчас сдать и забыть, сдать и забыть. И вот в какой-то момент я просто понимаю, насколько это абсурд, насколько я сейчас свои годы жизни теряю в плане, делаю ради факта, делаю ради того, что у меня есть еще в подсознании, вот эта фраза. Без бумажки ты какашка, это, не знаю, высшее образование всегда нужно, просто как факт минимум. И даже сейчас, на самом деле, я вижу, что те, с кем я бы выпустилась, мизерный процент работает по специальности, со своим дипломом. Но в моей жизни случилось так, что уже на втором курсе университета я знала, что мне интересно, куда мне двигаться. Уже к тому времени YouTube, когда создал амбассадорство, меня сделали амбассадором Екатеринбурга. Начали приглашать на встречи в Москву, в Санкт-Петербург, на какие-то поездки, в офис Google. Я во все это начала погружаться и понимать, боже, ну вот оно, вот мне интересно. И, конечно, разрывало сильно, дико, потому что уже всем мозгом, всем-всем-всем я там. Но здесь-то вообще-то отдельная жизнь, учеба, очная, которая невероятно много энергии требует. Для меня было идеальным решением просто-напросто хотя бы уйти на заочку, чтобы факт образования у меня шел. Я раз в полгода собиралась силами и что-то там сдавала, но на международных отношениях заочки нет. Поэтому мной было принято решение уйти на заочку, перевестись в другой университет. Он был, кстати, с педагогическим уклоном. Там тоже сохранялся бы язык, он просто бы менялся. С итальянского я бы ушла в немецкий. Мне очень нравилась педагогика. Мне кажется, что это даже одна из моих стезей. Что-то объяснять, рассказывать, обучать чему-то. Но не настолько интересно, чтобы, видимо, тратить даже раз в полгода месяц на то, чтобы все это снова учить, повторять. Блог начал еще сильнее расти. Я начала сильнее развиваться в этом плане. Более того, я забеременела. И все это уже стало настолько для меня фиктивностью. Даже сами преподаватели, которые на заочке, они просто говорили, ну вот здесь вот это вот сделай, чтобы потом вот сюда зачесть. Там не было даже слова о том, что это вот именно образование, что я сейчас что-то даже задаю, выучила хотя бы, показать какую-то работу. Там уже было просто все очень фиктивным. И меня вообще от этого начало тошнить. Я начала спрашивать себя, зачем? Ну неужели настолько сейчас это стоит моего времени, моей энергии, моей жизни, что однажды я действительно там в 45 или не знаю во сколько лет скажу, ах вот если бы у меня был этот диплом? Ну насколько мала вероятность этого? Насколько велика вероятность того, что даже если все закроется, блок, интернет, все закроется, я бы скорее всего начала что-то изучать, прикладное, пробовать себя в чем-то другом, где я уже имею какие-то навыки, то, что мне все равно интересно. То есть для меня это был бы самый важный пункт, то, что мне интересно. Даже если бы за это сначала оплатили очень-очень мало, но я бы пошла туда. Поэтому если посчитать годы, я бы могла закончить уже к тому времени. Но там бы я потратила столько энергии, столько бы всего я не сделала, что мне уже предлагала жизнь просто вот на блюдечке с голубой каемочкой, что я бы себе не простила этого. Именно поэтому мой ответ, что я не доучилась, он знаете, это как вот исключение из правил. То есть я не хочу, чтобы для вас это послужило примером, а да, вот не надо. Я считаю абсолютно точно, что образование, оно очень полезно тем, что оно делает вас взрослым. Одно заставляет тебя быть ответственным. Это невероятный контраст по сравнению со школой, когда все там за тобой бегают. А ты вот это вот сдал, а ты вот это вот сделал. И просто в университете. Сдал, не сдал, отчислился пока вообще. Ты здесь сегодня есть, завтра нет, без разницы. Ты сам бегаешь за всеми, ты сам за всем следишь. Для меня вообще это еще и совмещено с тем, что я жить стала отдельно от мамы. Я переехала в другой город. А это значит еще и кашку самому себе варить с утра. Мыть полы и посуду, отвечает за кучу мелких вопросов. И за этот опыт я безумно благодарна. Безумно благодарна университету. Кофе, забыла про кофе. Кстати, к вопросу о психологе, мы это тоже прорабатывали. Это убеждение ложное во мне, что если у тебя есть диплом, то вот только тогда ты человек фактически. Притом не важно вообще, успешен ты ли по специальности, нравится ли тебе то, что ты делаешь. Просто факт, вот бумажка вот эта есть, вот эта картонка, хоть огурцы на ней режь. Неважно, есть, ты молодец. Я пока с вами говорила, я еще сделала коричневую тень. Продолжу ее по низу немножко и мы будем переходить к нашему лавандовому карандашу. Следующий вопрос, были ли у тебя когда-нибудь панические атаки? Как справлялась? Паническая атака немножко подождет, я вам покажу этот карандаш. Вот как он выглядит с одной стороны, вот как он выглядит с другой. То есть можно просто нанести как подводку, вот так, а можно растушевать в тень. У меня была одна паническая атака в школе и одна буквально две недели назад. Но когда это произошло в школе, я даже не знала, что это так называется, это просто было какое-то чувство. И мой организм как-то самостоятельно с этим справился, абсолютно без осознания, действительно. То есть я не знала, как это называется, я не знала, что с этим делать, почему это происходит. В общем, это был период подготовки к ЕГЭ, когда на маленького человечка, ну как маленького, 17 лет, но все равно у тебя еще ветер в голове, а тебе уже надо принимать серьезные решения по поводу твоего будущего. Тебе говорят, вот сейчас куда поступишь, вот так и жизнь твоя и сложится. Потрясающе. В 17 лет тебе нужно решить, кем ты будешь до конца жизни, получается. И еще вся эта дикая подготовка к ЕГЭ, когда вдруг преподаватели стали очень нервными, потому что их тоже можно понять, их тоже невероятно трясут за результаты. Тебе вроде как нужно выбрать твои профильные предметы, но еще же есть другие предметы, которые тоже на них нельзя закрывать глаза. Как вам? Мне очень нравится. И вот один из дней, когда я возвращаюсь домой, а у меня такое было отношение к домашнему заданию. Я очень любила сесть вот сразу после школы, просто даже не отдохнув, ничего, ты просто вернулся, сразу открываешь домашку, сразу делаешь на кучу дней вперед, насколько ты можешь. То есть если у тебя даже воскресенье там, а воскресенье никто не учится, допустим, в субботу общество знания, ты можешь сейчас сделать что-то на субботу, именно, знаете, не выучить параграф, да, потому что все равно все забудется, а именно упражнение какое-то или что-то, что нужно вот написать, закрыть тетрадку, готово. Я обожала такое делать заранее. И вот я пришла в один из дней также, после восьми, по-моему, уроков, тебе бы отдохнуть, деточка, просто хотя бы посмотреть в окно, потупить. Но я села, разложила свой дневник, тетради, вот эти все планы, решебник там по ЕГЭ, и просто в какой-то момент вот ничего не происходило. Мысль за мыслью я начинаю себя нагнетать, что много, очень много всего, очень много всего надо сделать сейчас, завтра, через неделю, а через месяц начнется вот это. А что будет, если я вдруг заболею сильно на ЕГЭ, а потом буду одна пересдавать? Миллион страхов! Вообще, в этот момент, если это очень такая сильная паническая атака, кажется, что тебе что-то угрожает жизни. Это ложное чувство. Разумеется, ложное чувство. Перед тобой не стоит тигр, который тебя съест, да, как раньше было, от чего у тебя могла раньше тревога, например, возникнуть или паника. А сейчас перед тобой просто лежат учебники, и они не хотят меня убить. Но психологически я настолько себя загнала, настолько мне было и страшно, и плохо, и непонятно, неопределенно, что чувство было, как будто невозможно жить вообще дальше. Что я начала делать? Вот как я сейчас помню, я начала ощупывать себя, ощупывать стол, давать мозгу понять, что мы нигде не летаем, да, потому что чувство иногда может быть, что вообще голова кружится, ты где-то летаешь. Нужно почувствовать именно опору, пощупать себя, что я здесь, я есть. Это я сейчас уже знаю, что нужно делать, например, потому что много информации сейчас об этом, много случаев сейчас, к сожалению, что там кто-то начинает руки растирать, мочки ушей, контакт с телом какой-то проявлять, начинать дышать, чтобы выдох был длиннее, чем вдох, чтобы пульс начал замедляться, чтобы дыхание стало более ровным. Но в тот момент это сделал мой организм сам, он сам начал делать все вот эти приемы, все эти фишки, мне стало минуты через две намного лучше, я просто такая, что-то я загналась, подумала, надо музычку поставить, отвлечься. И сейчас советы тоже такие, что нужно чем-то себя быстро отвлечь, переключиться на какое-то дело, начать его монотонно выполнять, но вообще-то, вообще-то самое важное, что если это повторяется, это нужно обязательно идти к специалисту, обязательно идти к психотерапевту и решать это, потому что это угроза ложная. Это тревога, паника, она ложная, на самом деле жизни ничего не угрожает, но все системы организма невероятно стрессуют, начинает подключаться симпатика, это очень сильно бьет по здоровью. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, если вы периодически проживаете такие состояния, это нужно лечить. Мы переходим к следующему этапу под названием тушь. И у меня, кстати, новая тушь от Vivienne Sabo, и это такой провал, девочки, это Vivienne Sabo именно латекс, какой-то латекс. Я пришла в Золотое яблоко недавно купить Vivienne Sabo, мою любимую, Cabaret Premier Focus, спасибо. Ее там не было, видимо, сейчас все начали закупаться уже даже тушами наперед, потому что цены невероятно взлетят, взлетели уже. И мне говорят, у Vivienne Sabo есть новая тушь, она влагоустойчивая, то есть не водостойкая, нет, она смывается нормально, просто она влагоустойчивая. И она такая же по эффекту, нет, она не такая же по эффекту. У Cabaret Premier ты делаешь два взмаха, ты улетел, у тебя просто ресницы невероятно распахнутые. Здесь же тебе надо прям постараться выложить прям вот так ресничка за ресничкой. Я минут 7 вчера потратила только на ресницы, чтобы добиться нужного мне эффекта. А мы переходим к следующему вопросу. Как тебя коснулись санкции? Какие ощущения по поводу всех ограничений? Я вам сюда сейчас вставлю мемчик про отношение к ситуации. Две стадии, в которой мы проживаем. Ну, знаете, есть стадии, конечно, психологические, типа гнев, отрицание. Но у меня за все это время, вот каждый день кто-нибудь что-нибудь мне обязательно скидывает, кто от нас отказался, я имею в виду от России, кто перестал что-то там для нас производить, поставлять. И вот у меня две стадии. Разумеется, как и всех людей, меня это коснулось прямо. Это, конечно же, подлетели все цены. Это, конечно же, все материалы, например, наша квартира, которая сейчас в строительстве. Мало того, что все подорожало, так еще и кто-то просто перестал поставку производить в Россию, например. Ковролин наш. Ну, ничего, теперь выберем российский какой-нибудь. Самое основное, что именно, именно меня коснулось, это, разумеется, YouTube. В целом, все соцсети, которые стали под вопросом, мы каждый день просыпаемся и думаем, так, ну, сегодня у нас как бы будет возможность выйти в сеть или нет. Монетизацию с YouTube полностью сняли. Все российские зрители не видят рекламу, а значит, все авторы, кого смотрят российские зрители, не получают с них монетизацию. Ну, условно говоря, если вам интересны цифры, если видео набирает около 150 тысяч просмотров, раньше за него можно было получить около 300 долларов. Сейчас 25, 30 максимум. Ну, вот примерно так. Мне, конечно, подписчики писали, что есть какая-то возможность, что если вы будете смотреть видео с VPN, то реклама будет, и мне будет идти доход. На самом деле, большую для меня опасность представляет возможность вообще закрытия YouTube. Ладно, деньги не приносят видео, а публиковать-то видео можно? Эта площадка, это, не знаю, мне казалось, что это вообще всегда святое, что YouTube не тронут. Но если что, девочки, ищите меня на Рутюбе. И смешно, и так-то не очень. Это реалии нашего дня, и надо уметь под них подстраиваться. Конкретно наших всех ограничений, магазинов, которые от нас уходят. У меня достаточно боевое настроение. Я не жалею нисколько об этих компаниях. Ушли, до свидания. Мне кажется, даже я с меньшей вероятностью буду у них дальше что-то покупать, когда они уже к нам вернутся. Для меня, наоборот, это очень классная возможность познакомиться с российскими брендами, производствами. В целом, любой кризис, любой стресс, ну, если, например, сравнить государство с организмом. Организм, получая определенный стресс, начинает укрепляться, становиться еще сильнее. И то же самое произойдет с государством. Начнет развиваться еще сильнее российское производство. Я с удовольствием буду поддерживать его. И без такого стресса мы бы никогда не задумались, а что мы можем сделать еще. Без такого стресса люди некоторые бы никогда не задумались, а чем я смогу еще заниматься. То есть даже моя деятельность сейчас под вопросом, под большим вопросом. Мы можем проснуться в мире, где нет социальных сетей вообще. Если что, я не забыла про наши брови. Мы их еще закончим. Я начала замечать, что чувство, вот это состояние выбитой почвы из-под ног, оно присутствует сейчас вообще у всех. Каждый день мы не знаем, какие новости мы прочитаем. Как это коснется нас, нашей жизни. Кто-то может за день потерять работу. Как обесцениваются наши деньги. Что надо покупать, что надо не покупать сейчас. То есть все в какой-то безызвестности находятся. Я поняла, что в этой обстановке мне очень помогают рутинные действия, которые повторяются каждый день. Для меня сейчас это стал ранний подъем. И какие-то мои рутинные дела, которые каждый день мне говорят, я здесь, вчера я делала то же самое. Это уже стабильность. Это правда очень важно для нашей психики, когда она может за что-то поддержаться как будто. Это я к тому, что если вдруг вы сейчас тоже чувствуете что-то подобное, каждый день в каком-то просто плавающем состоянии. Состояние тревоги, состояние паники очень легко подхватить. Даже если ты вроде себя там убеждаешь, убеждаешь, да ладно, вот сейчас там вроде все хорошо. Ты поговорил с одним человеком, который немного более тревожный, чем ты, и ты уже подловил это. Ты уже такой так-так-так-так-так, суета. Помогают, действительно помогают повторяющиеся рутинные дела, которые вы можете создать себе сами. Губы на нашем примере выглядят очень естественно, с небольшим даже блеском. Я беру карандаш от Vivienne Sabo номер 103. И по влажным губам, именно по влажным, они у меня бальзамом увлажнены, провожу карандашом. У меня этот макияж напоминает Лану Даль Рей. Наверное, потому что сзади еще цветы такие. И помада от бренда Мина. Почему-то номер я не вижу нигде. Ну что, я очень даже довольна. Очень весенний, свежий макияж. Фиолетовый внизу мне безумно понравился. То, как он сочетается с зелеными глазами. Напишите в комментариях, как вы себя чувствуете. Что у вас сейчас на душе. Каких хочется видео на ютюбе. Я с удовольствием вас послушаю, прислушаюсь. Помните, что мир во всем мире начинается с мира внутри себя. Я себе постоянно об этом напоминаю. У меня, например, в жизни вообще сейчас настолько все нестабильно. Ни из-за ситуации в мире, ни из-за всех этих санкций. Это вообще даже близко не стоит по важности, по приоритету. Все намного серьезнее, важнее для меня. И я сейчас прохожу какой-то невероятный урок. Откуда-то сверху. По принятию того, что происходит. По доверию. Я думаю, что я как-нибудь обязательно с вами поделюсь. Просто нужно еще немного времени и стабильности. Потому что сейчас каждый день у меня в подвешенном состоянии. Что будет? Три раза в день я измеряю температуру градусником. Чтобы вы понимали, что за год вообще 2022. Сейчас я сделаю чуть-чуть подальше ракурс. Чтобы вы тоже насладились всеми этими цветами. Зарядились немножечко весенним настроением. У нас такое солнце. Холодно, дико, конечно. Но солнце радует. Я вас благодарю за просмотр. Здесь оставляю свой инстаграм. Я вас обнимаю и желаю всего самого светлого. Пока!